Человек труда – это главный герой нашего времени. Этот праздник посвящается всем, кто своим трудом укрепляет Россию. И таких людей во Фрязе недостаточно. Инженеры, врачи, учителя, руководители производства, рабочие – все они вносят свой вклад в развитие государства, обеспечивают функционирование российской экономики, особый почет ветеранам, которые большую часть жизни отдали одному предприятию. 68-й год моей работы. Я трудился, тружусь и буду трудиться. То, что я сумел, еще школьную мечту, я увлекался радиотехники, и то, что я смог за время работы быть во главе коллектива, который разрабатывал аппаратуру и для военно-морского флота, и для сотовых сетей связи – это, конечно, исполнение моей мечты. На сцене Центра культуры и досуга «Факел» представители Государственной думы, Московской областной думы, администрации городского округа. Они поздравили сотрудников организации, которые добились успеха в 2023 году. Им вручили муниципальные и региональные награды. Не так давно Государственная дума приняла на федеральном уровне закон, согласно которому мы вернули в школы, в образовательные учреждения, уроки труда. Это, я считаю, как раз тот маленький шаг для того, чтобы мы растили реальных людей труда, на которых мы сегодня здесь увидели, которых мы здесь сегодня честно, которых мы здесь сегодня награждаем. По словам депутата, за каждой технологией, разработкой, за каждым директором предприятия стоит коллектив из людей труда, которые всегда ответственно относятся к делу. Желаю вам в этот день, естественно, получать удовлетворение от той работы, от того дела, которое вы выбрали. Потому что это важно. Мы проводим, так сказать, за любимым делом практически весь световой день. И это важно, чтобы эта работа приносила и удовлетворение, и признательность, и, главное, уважение самому себе. На празднике произошло еще одно важное для Наукограда событие. Компания «Май» и администрация городского округа Фрязина подписали соглашение о сотрудничестве в области экономического, инвестиционного, инновационного, культурного и социального развития. «Май» работает во Фрязине с 1998 года. Сейчас на предприятии трудятся уже более тысячи человек. Я уверен, что это соглашение будет нам определять приоритеты на следующие 25 лет, чтобы и компания была успешна, и город был успешен, и наша страна была успешна. После торжественной церемонии награждений и подписания соглашения состоялся концерт. На сцене выступили творческие коллективы городского округа. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.